Вчера мы провели весь день достаточно лениво. Сегодня мы сейчас пытаемся дойти до храма Золотого Будды. У нас недалеко до этого храма. Мы думаем, что минут 15, а потом мы дадут дойти. Как показалось, мы поселились в русском районе. Здесь сплошные русские, все отели. Ну, не знаю, процентов 70 туристов это русские. Весь рынок это русский. Весь рынок это русский. Дискотеку мы вам уже показали. Как мы выяснили, мы живем в районе Праттанмак, но на стыке района. То есть с крыши у нас видно пляж Джамтиена, в том числе и район Джамтиена есть. А живем в Усть-Паттанмаке. Даш, покажи. Ну, в общем, да, вот это район Праттанмак и Джамтиена. Мы живем где-то вот здесь. Это центральная Паттайя здесь идет. Мы сейчас идем в храм Будды и на надзорный холм. Он будет красивым, взять этот аппарат еще раз сфотографируем. Мы встретили каких-то здешних куриц. Ку-ку-ку-ку. Какие-то они здесь все худые. Вот собаки худые, кошки худые, петухи худые. Все ориентальные, да. Ориентальные петухи, а то есть ориентальные курицы. Лёх тоже вполне все ориентальный. Питалка. Я тоже бы стал ориентальным. Даже тут никак пока не остановлюсь. Может быть надо пожить месяц-другой в Паттайе. Ну и поднимаемся к большому Будде. Народ даже умудряется еще и спортом заниматься. Да. Но нам бы просто подняться. Потому что мы не взяли никакого ни такси, ни тук-тук, ничего. Своим ходом. Кара небольшая, но достаточно крутая. Всё, Лёх, вы сдохли уже? Нет? Ладно. Смотрите на его блестящий нос и на мой сухой нос. Поймите, кто сдох, да? Нет, я просто жирдень. Я же тут становлюсь ориентальным. Be Oriental. Это такой фитнес-клуб открытие. Но на самом деле это вообще маленькая гора. Мы уже почти поднялись. Только Будду мы по-прежнему не видим. То ли он не такой большой, как рассказывают, то ли нам вообще далеко, то ли это вообще фейк. И все просто поднимаются на горы, покупают мороженое, спускаются обратно. И в этом весь бизнес. Здесь скоро мы это узнаем. Мы поднялись на Хому, но пока никакого большого Будду не видим. Будем искать. Пока тут много статуэток, но никакого суперогромного Будды из Полинского. Нет, мы вместо большого Будды нашли какие-то штуки, Даш. Не ешь красную ягодку, сейчас гоночком встанешь. Блин, на самом деле, смотри, вот так. Это пальмовый боярник. Мне кажется, что мы нашли усыпальницу. Вот это все, это усыпальница вот того вояки Сами. Его зовут Ван Юс, судя по тому, что тут табличка есть. Это его орудие убийства, это его верный конь, на котором нельзя ездить. Вот это ножик. Вы знаете, что в Таиланде сегодня идет 2549, по-моему, год. Это отражение Будды. То есть мы сейчас в далеком-далеком будущем. Алексей, как вы чувствуете себя в будущем рядом с правым и смелым лордом? В поисках Большого Будды мы натолкнулись на Лао Цзу. Вот он тут сидит с символом Дао. В целом, себя прекрасно чувствует. Кажется, постигает дзен. Зачем? Очень милый Батик. Очень милый Батик. У нас во сне были инвестические споры, что такое Батик. Благодарность, наверное. То есть история 24-х благодарностей или подвигах. Благодарность вознаграждается. Император пробует на себе медицинские препараты. Бонд это что? Стронг Бонд? Тесная связь между матерью, сильной связью с ребенком. Хороший сын советует своему отцу. И так далее. Ого. Что? Убрадовал себя в рабстве, чтобы пить укропом все. Ну, это, мне кажется, идиотизм. Ну, то есть 23 благодарности, а один идиотизм. Ты превратилась в женщину укропом. А он так и остался рабом? Нет, они были холодные. Они освободили себя. Работать, чтобы помочь маме. Споровал мандарин. Ах ты. Но для мамы. Если это родители, то что угодно надо. Ну, вроде того получается. Слушайте, ну, в России вот лично вот эта вещь вообще ежегодно происходит. Лови рыбу в замерзшем озере. Ну, у нас как бы это рыбалка зимней называется. Жили бы мы в Таиланде, это было бы gratitude. Правда, он руками это делал. Тебяшка со слоном. Мой друг. Дашка с канелом. Мы с Алексеем пришли в школу. Давно мы не были. Это, видимо, школа конфуцианского. Здесь занимались. Мы нашли золотого Будда, ребят. Вот там, в кустах, что-то поблескивает. Это есть золотая Будда? Мы сейчас поймем, как с ним найти. Леха нашел расписание уроков. Здесь нет нашего года. Подожди. 2100 из 1600. И вот наши уроки, Леха. У нас, по-моему, физра все 5 дней в неделю. Сейчас физра, потом кулинария. А потом снова физра, но в бассейне. Мы наконец-то нашли большого Будду. Я уже на него смотрю. Вот он. Красавец. Сейчас мы к ним поднимемся. Он действительно большой. Но не больше того, что был в... Предлагают выпустить на удачу здесь. Почем? Это такая... Ну, жалко выпустить. Вот на этом и бизнес здесь построен. Поехали. 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 не останавливайся на достигнутом. Я пошел искать дырочку, где забирают монеты. Скорее всего, нас сзади. Да, да, ребята, ну тут замок. Это просто как бы на парка страждущих разбогателей. Лех, ну вытяни положение. Вы не можете уйти, не став богатыми. Как эти, как на море в камушки кидаешь? Да, да, да. Не, вот так, да. Только смотри, как тревогая. Ну почти в пузики затрял. Нет, надо вот прям туда. Вот так не поймать. Ну давай, давай. Алексей, и вы богатые. Не говорите мне, что вы не можете купить себе пиво. Пытаемся сбежать до холма обзорного Паттайи, пока не стемнело. Мы все теперь богатые. Дорога на Viewpoint пожестче, чем в Большом Будде. Такая резкая гора, не знаю градусов. Тридцать. Так что мой план по становлению ориентальным, кажется, сбывается. Я вот сейчас догнал Дарью Зимитриевну. Как вы? Она уже высунула язык. Так что на Viewpoint, ребята, лучше идти физически подготовленным, накачанными мышцами ног, дыхалкой. Ну, Леха умудряется еще за собаками бегать. Как вы себя чувствуете? Вам не в охоту. Мне жить охота, а вам пиво. Алексей предлагает снять здесь номер, чтобы я стал ориентарным за две недели. Но мне кажется, это слишком жестоко. Мы уже почти на самой горе. Осталось чуть-чуть. Петухи тут прямо скалолаза. Я стою на земле, а надо мной петух. Просто у них не обрезанные крылья, наверное, как у наших петухов. Поэтому они могут спорхнуть. Наши, конечно, так не могут. Петухи спортивнее меня. Они тоже ориентальные. Мы забрались на самый верх. Отсюда открывается вид на центральную Паттайю. Это центральная Паттайя. Вот здесь приблизительно внизу идет Walking Street. Дальше идет северная Паттайя. Вот тот край бухты. Оттуда начинается северная Паттайя. Завтра мы планируем поехать на остров Ко-Лан. Да, господа. Ко-Лан. Барса. Наконец-то. Покажу ночную Паттайю. Центральная Паттайя. Паттайская бухта. И пристань, с которой уходят корабли на Ко-Лан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова